здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу вернуться к своей прошлой публикации который я делал еще прошлым публикациям в июне месяце и это были публикации которые были посвящены акциям сургут нефтегаза привилегированным и тогда я записал целый такой вот плейлист который вы сейчас видите дивиденды зашкаливают надо брать акции должны взлететь и так далее и так далее что я делал тогда ну тогда я рассказал что это было дивидендное время когда все акции выплачивали все компании выплачивали дивиденды и самые большие дивиденды были назначены по сургут нефтегаз привилегированным 18 процентов вот ну или семь процентов семь с половиной рублей на акцию и я когда там приводил расчеты вы можете посмотреть вот в этом плейлисте ссылочку вы найдете это либо там либо в конце в конце данного видео будет ссылочка на этот плейлист про акции которые должны взлететь вот и про дивидендное ралли он называется вот и там я приводил примеры что но вот эти акции это точно должны взлететь и прямо тогда в июне месяце я если помните взял эти акции прямо вот я сказал что вот все ребята я беру эти акции вот здесь вот желтая линия нарисована по 39 с чем-то я их взял вот я сказал что они точно должны взлететь по любому насколько взлетят я не знаю но они точно поднимутся вот и в то время когда я говорил надо брать у меня были комментарии такие вот посмотрите евгений пусть будет ивану юра ты втираешь народу какую-то дичь сам до конца не разобравшись были минимальные дивиденды там вслепую глупо брать в сургуте можно три года вот это вот очень важно в сургуте можно на три года засесть с этими дивами хоть и 18 процентов но есть интересные варианты как газпром северсталь два месяца дивы и ну короче говоря вот северсталь лучшая акция под дивиденды друзья мои вообще вот замечательно вот максим давайте вернемся к этой публикации сургуте можно на три года засесть как думаете после выплаты дивидендов а цена акции останется на том же уровне или будет медвежья свеча на пол экрана и так далее по-честному значит почитал комментарии не досмотрел до конца и так далее и так далее и так далее посмотрите какие были комментарии как меня значит плющили люди за то что ребята но я тогда следующее видео у меня было ребята хорошо не беспокойтесь ни в коем случае не берите эти акции а просто наблюдайте за тем что делаю я и тогда я взял эти акции хорошим плечом потому что я как наивный человек я просто вот действительно наивный я такой оптимист весь и я действительно верил в то что будет дивидендный гэп и давайте вспомним те самые времена что произошло вот здесь вот сейчас вот я показываю где я их примерно взял давайте посмотрим вот примерно здесь вот я их взял тридцать девять там с небольшим они были насколько я помню вот примерно здесь вот и вот здесь вот я их нет не здесь я их позже закрыл короче говоря ну вот где-то вот в районе девяти десяти процентов но посмотрите я взял их и держал месяц с плечом я когда честно вычел на стоимость плеча ну друзья мои шесть процентов я на этом тогда заработал на плече шесть процентов чистыми негодовых то есть смотрите здесь девять девяносто три ну и я вычел где-то там три процента это была стоимость плеча за это же время вот дивидендное ралли было оно было не таким серьезным как я ожидал потому что я ожидал что они вырастут насколько помню что до сорока где-то вот семи где-то вот так то есть на двадцать процентов ну не выросли они на двадцать процентов выросли всего на десять процентов ничего страшного прибыль была я заработал свои честные деньги и опять же люди говорили три года могут висеть значит там ну я говорил что надо до дивидендов выйти во первых а во вторых значит но когда спрашивали как я рассматриваю перспективу этих акций то я сказал что ну в общем с плечом не стоит держать эти акции естественно и надеяться на дивиденды это уж будет запредельно вот но если купить их и держать без плеча то почему бы и нет поэтому вот здесь вот я продал акции не все оставил в своем портфеле стандартный достаточно пакет акций вот именно этих сургут нефтегаз привилегированными и позавчера я вдруг просто зашел я на них вообще просто забил внимание не обращал почему внимание не обращал потому что они грохнулись и грохнулись действительно очень сильно смотрите дивиденды были 7 с половиной рублей на акцию а вот здесь вот они стоили 43 рубля 43 ну предположим с половиной 43 с половиной минус 7 с половиной получается 36 рублей где-то вот вот до сих пор они должны были упасть это дивидендный гэп стандартный они упали сильно ниже вот ну и в общем сказать да я немножечко расстроился что они упали ниже но это было всего три лота насколько я помню и которые который я оставил у себя в портфеле и я в общем то их держал и люди говорили три года можно ждать пока они отрастут ребята вы помните да вот я привел эти комментарии которые мне давали давайте посмотрим что произошло дальше вот они вот 36 процентов когда они отросли 0 3 0 9 сколько прошло времени с момента дивидендной осечки дивидендная осечка была вот она вот 17 последний день был 16 0 7 0 8 0 9 2 месяца ребятки всего 2 месяца прошло и дивидендная ралли завершилась кто из нас был прав вот она вот и что произошло здесь сказать но они подросли я поставил ловушечку я здесь поставил ловушечку я был расстроен думаю ну все надо продать и я поставил ловушечку на take profit называется ловушечка такая то есть если они подрастут то я их продам вот надо их продать если они подрастут очень сильно что произошло ну произошло вот недавно позавчера эта ловушечка сработала вот они видите вот еще больше скакнули скакнули еще больше и где то вот здесь вот я их продал я с удивлением обнаружил я даже не обращал внимания но по 40 с чем то вот 41 примерно я продал эти акции я даже ну как бы я просто забил на них и просто даже не смотрел по 41 рублю я их продал вот то есть они еще и отросли то есть я вот по этим трем акциям получил вот здесь вот я их купил по 39 рублей получил дивиденды и и продал их через два месяца по 41 рублю вот посмотрите что я получил вот это вот вы видите желтенький такой прямоугольник я вам сейчас скажу что это за прямоугольник этот прямоугольник вот если я вот от сих пор до сих пор проведу линию вот он то то это ровно ну поверьте мне на слово это 7 с половиной рублей его высота этого прямоугольника то есть это размер дивидендов которые были получены по этим акциям вот то есть смотрите я продал эти акции по 30 по 41 рублю примерно это примерно вот здесь вот то есть вот верхняя я получил вот эту цену за акции и вот эту дивиденды которые мне пришли на брокерский счет они действительно пришли вот уже давно между прочим давайте посмотрим общую доходность вот от этой сделки где-то вот здесь вот было 39 9 и вот сейчас вот вот так примерно их покупал 39 68 по моему было вот примерно вот давайте считаем общую доходность вот этой сделки вот по этим трем акциям 23,47 процента за три месяца смотрите июнь июль август сентябрь за три месяца за три месяца 23,47 процента принесли акции сургут нефтегаза привилегированные почему ну потому что они дали во первых высокие дивиденды во вторых ну вот сейчас они начали отрастать это после дивидендного гэпа вот теперь давайте вспомним какая доходность сейчас сейчас постоянно понижается доходность по вкладам по депозитам она уже 6 процентов вот буквально сегодня 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 какое число сейчас скажу 25 октября сегодня будет заседание цб российской федерации на котором будет принято почти наверняка решение о снижении ключевой ставки и все аналитики сходятся в том что скорее всего будет принято решение о очень большом снижении на 0,5 процента ставка снизится с 7 до 6,5 процента это ключевая ставка вслед за этим будут снижаться снова ставки по депозитам друзья мои ставки по депозитам будут снижаться и поэтому если вы держите деньги на депозитах вот я знаю что есть люди которые держат деньги на депозитах они радуются улыбаются деньги растут деньги на депозитах перестают расти это общая тенденция мировая и куда люди вкладывают когда деньги перестают расти на депозитах друзья мои ну никуда не денешься акции облигации фондовый рынок посмотрите 23,47 процента это не годовых это за 3 месяца 3 месяца это четверть года понимаете 20 посмотрите вот вы видите вот эту цифру вы видите вот это посмотрите те видео которые я снимал в июне в июле месяце когда вот это дивидендное ралли проходило и я помните двигал там стоп лимит чтобы ограничить свои убытки и когда они начали падать вот где-то здесь вот я их продал по стоп лимиту они продались это основная часть моих акций оставил я только ну в портфеле чтобы ну я говорил что ребята акции хорошие во первых во вторых ну несмотря на то что я призывал людей в общем сказать не повторять за мной то что делаю я но люди были люди которые пошли за мной и в общем сказать закупили сургут нефтегаз привилегированные на гораздо большие суммы были люди вот и ну я чувствовал свою ответственность поэтому я оставил их в своем портфеле вот потому что я действительно всегда то что я говорю я делаю сам по крайней мере стараюсь насколько я могу насколько у меня хватает денег вот и я оставил эти акции сейчас я могу сказать что я об этом ничуть не жалею вот так друзья мои и кто там говорил что северсталь принесет доходность что берите северсталь не берите сургут кто из нас оказался прав а максим а вот так что друзья мои акции это очень очень ну как бы перспективно я тут недавно с удивлением обнаружил что опубликованы опросы какого-то фонда что люди до сих пор верят еще в наличные люди держат деньги в наличных даже не верят в депозиты вот но мрак просто полный мрак 60 процентов людей держат деньги на в наличных вот недавно я встречался с одним человеком буквально позавчера вот который ну он не держал деньги в наличных он делал то же самое о чем говорю я сложные проценты там что-то рассчитывал значит и ну он просто взял деньги положил на депозит и разбил причем так то есть каждый месяц он открывал по депозиту так чтобы эти депозиты закрывались каждый месяц депозит закрывался он получал депозитный вот этот вот доход но и все было хорошо пока ставки не снизились вот он попросил о встрече со мной говорит слушай юра так сказать расскажи мне как там на фондовом рынке потому что я в этом ничего не понимаю а доходность по депозитам снижается я вижу говорит он что сложные проценты работают они работают совершенно классно все действительно у него вот так вот идет там уже миллионы вот и соответственно все это работает друзья мои фондовый рынок и я вот упомянул что я поставил ловушечку вот у меня это не единственная ловушечка которая стоит это ловушечка стояла на продажу на продажу акций она стояла ловушечка то есть продать по то есть я вот здесь вот когда они были я думаю дай-ка я поставлю ловушечку на продажу если вдруг дернется я их продам это был take profit и соответственно получу прибыль вот она дернулась потом пошла вниз значит ну я их продал и получил прибыль что это такое ловушечки а вот они посмотрите вот у меня ловушечки вот сегодня исполнена ловушечка на яндекс здесь небольшая сумма всего-то 120 тысяч в принципе то есть 60 лотов 60 акций по яндексу ловушечка посмотрите какие ловушечки у меня стоят take profit по системе купля посмотрите у меня в портфеле есть система у меня в портфеле есть акции системы вот они акции системы на 15 тысяч они куплены вот но значит смотрите если вдруг они куплены надолго понимаете надолго но если вдруг система упадет потому что мы все ждем кризиса посмотрите вот вот у них значит они падали система ну пойдет я их докуплю вот она стоит ловушечка докупить 20 лотов этих акций вот желтая линия это как всегда ну почем я их купил вот а вот синяя линия это в данном случае текущее состояние вот посмотрите я просто не помню честно говоря когда их купил но сейчас они выросли это ребята 73 процента за сколько они выросли я честно говоря вот тут я не очень помню может быть я вот здесь их купил может быть вот здесь а может быть и раньше не помню вот да похоже что где-то вот может быть в июле вот ну ну вот же желтая линия здесь я их купил вот так давайте посмотрим а нет не от желтой линии это с начала года это за год это за год от желтой линии у меня да 18 процентов сейчас все правильно 18 процентов роста ну примерно вот отсюда сейчас скажу сейчас скажу за сколько дней ну если будем посчитаем вот ну получается сто шестьдесят семь ну полгода примерно вот за полгода 18 процентов ну это 36 процентов годовых друзья мои вот это система у меня стоит ловушечка на систему следующая ловушечка которая у меня стоит давайте посмотрим это Ростелеком Ростелеком у меня их нет в портфеле сейчас я просто рассматривал акции и думаю ну если упадет а дай-ка я их куплю если они упадут где тут график не получается у меня график быстро построить ну вот вот у меня стоит ловушечка сейчас я покажу вот он график вот он Ростелеком вот она ловушечка если они упадут вот до семидесяти шести я их куплю ну как бы почему я их куплю вот они видите были продажи крупные вот поэтому я поставил ловушечку вот здесь теперь следующая ловушечка давайте посмотрим новотек новотек у меня есть в портфеле но я еще решил прикупить один лот почему бы не купить где у меня новотек вот он у меня новотек вот он новотек он вырос вот желтенькие да посмотрите и вот она ловушечка если он упадет что будет с акциями если они упадут акции вы знаете могут падать вот они они могут упасть я их куплю вот что будет то есть кто-то теряет убытки а я их просто куплю и все вот что дальше у меня за ловушечки стоят ну здесь обувь России я сейчас этим спекулирую и полюс золота ну полюс золота это золотодобывающая компания естественно значит у меня стоит ловушечка на полюс золота вот вот таким образом друзья мои ловушечки надо ставить надо ставить ловушечки и тогда все будет хорошо что это за ловушечки take profit заявочка она стоит на сайте брокера она кушать не просит у меня деньги в кэше но как только цена меня устроит на покупку или на продажу хопа и все сработало а о том как ставить ловушечки вот эти take profit и стоп лимит там масса параметров друзья мои там очень как бы есть такие штуки как проскальзывание есть такие штуки то есть она стоит вроде цена перепрыгнула но не сработало почему она не сработала об этом обо всем как сделать так чтобы цена срабатывала наверняка я рассказываю на курсе биржа для чайников биржа для чайников посмотрите 23 процента годовых вы знаете сколько стоит курс последний вот только что он завершился 7500 рублей всего это просто вот окупается буквально вот ну 60-70 тысяч положили на счет и вы можете окупить этот курс за один год ну а если у вас там ну скажем 400-500 хотя бы тысяч ну здесь уже вообще деньги становятся смешными друзья вот эти деньги за которые можно научиться торговать с прибылью они просто смешные почему я так делаю потому что ну я хочу чтобы максимальное количество людей стало торговать на фондовом рынке потому что ну я убежден что это ведет к росту наших с вами доходов я убежден что фондовый рынок поможет каждому из нас стать богаче я сам делаю то что я говорю и я призываю делать всех потому что я хочу окружить себя не только сам стать богатым но и окружить себя богатыми состоятельными людьми мне с такими людьми приятнее работать они уверенные в себе они уверены в завтрашнем дне и мне очень приятно читать комментарии когда люди пишут что слушайте я вроде бы начал откладывать то есть я изымаю деньги вот перестаю их тратить но денег становится не меньше с одной стороны то есть я не хуже не живу но живу лучше потому что появляется вот такая вот уверенность что которая не была раньше раньше была тревожность о том что потеряю работу что что-то будет там что-то произойдет сейчас нет такой тревожности люди говорят слушайте ну и благодарят меня за это дело и мне очень приятно что таких людей все больше и больше и я хочу чтоб их было все больше и больше поэтому друзья оставайтесь на моем канале смотрите мои видео я буду рассказывать о наиболее интересных вещах которые нахожу как увеличить свои доходы как увеличить свои деньги для всех категорий даже для тех у кого денег мало с чего начинать потому что сам то я в общем то совсем недавно еще был в крупных долгах у меня долги достигали двух миллионов я сейчас с ними со всеми рассчитался и накапливаю сейчас денежки накапливаю свой пассивный доход поэтому сейчас пожалуйста поставьте лайк с вас подписочка и там еще есть колокольчик это такой вот колокольчик да если вы нажмете колокольчик то вы всегда будете в курсе моих видео потому что вам будет приходить напоминашка о новых моих видео а они я просто надеюсь что будут полезны ну на сегодня все спасибо за внимание с вами был Демитков Юрий до встречи